Айсидора Дункан изобрела свободный танец. Из него и родилась эстетическая гимнастика, спортивно-художественное направление, которое популярно у пенсионеров. В нашем городе занимаются им больше двухсот человек. В основном женщины, но есть и мужчины. Занятия в спортзале стадиона Локомотив проходят четыре раза в неделю. Участники сначала разминаются, а потом учат движение. Когда женщина приходит сюда и учится красиво держать корпус, руки, конечно же, любой спорт – это здоровье. Поэтому я думаю, что всем женщинам не только нравится заниматься именно эстетической гимнастикой, но в первую очередь они, наверное, чувствуют себя, что они нужны, что жизнь продолжается. В этой группе занимаются гимнастикой женщины от 48 до 78 лет. Для них здесь элементы пилатеса и стрейчинг. Говорят, полезно для подтянутой фигуры, тонуса мышц и радостного восприятия жизни. Я занималась спортом всегда, конечно, но никогда не гимнастика. Это была легкая атлетика, лыжи, коньки – вот такие вот сильные виды спорта. А вот почему-то на пенсии потянула именно сюда. И здесь у нас практически балет. Вот если вы увидите, как девочки двигаются, то есть это художественная эстетическая гимнастика. Желающих заниматься год от года все больше. Направление настолько востребованное, что планируют открыть и платное отделение, чтобы ставить гимнасткам номера. В год спортсменки участвуют в нескольких крупных чемпионатах, повышая престиж этого вида спорта. Охват и желающих настолько велик, что мы сейчас заключили договора безвозмездной аренды с третьей спортшколы, с девятой спортшколы, с 37-й школы общеобразовательной, где группы там также набираются и все желающие принимаются. И одно основное требование – это, конечно, медицинская справка, то есть медицинские заключения, чтобы не было ограничений по здоровью. Узнать получше, что такое эстетическая гимнастика и кому она подходит, можно будет на дне открытых дверей на стадионе «Локомотив». Он состоится в субботу в 13.00. Для гостей приготовят открытую тренировку по гимнастике и латиноамериканским танцам. Вход свободный. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.